Во Всемирный день защиты слонов в зоопарках я обещал рассказать интересную информацию о слонах, и я обязательно это сделаю, но чуточку позже, так как у нас уже в студии есть первый гость. Галина Красненкина, коммерческий директор Айс Запорожья. Доброе вам утро, Галина. Во-первых, большое вам спасибо, что вы нас поддержали в такой замечательный праздник для всей детворы 1 июня, День защиты детей, и как раз угощали всех гостей нашей студии. Скажите, у вас лично есть какое-то свое любимое мороженое в Айс Запорожье? Да, конечно, безусловно. Есть мороженое новинка этого года, это Айс Дрим сливочная глазурь, шоколадное белое. Ну, мне безумно нравится шоколадное. Ну, это, наверное, на сегодняшний момент мое самое любимое мороженое. А есть ли какая-то отдельная должность у вас, например, дегустатор? Кто утверждает эти вкусы, которых на самом деле, когда подходишь к вашему фирменному ларьку, и просто глаза разбегаются, думаешь, какое все-таки взять? Шоколадное в шоколаде, шоколадное с белым. Вот, в принципе, на самом деле ассортимент большой, трудно выбрать. Есть ли кто-то у вас, специалист, который принимает окончательное решение, что такому мороженому быть? Ну, на самом деле, должности дегустатора у нас нет. Мы все, в своей мере, по чуть-чуть дегустаторы. У нас, конечно же, коллективное решение по развитию нового ассортимента, по удержанию старого ассортимента. Поэтому наши коллективы совместно принимают это решение. Отлично. Ну, а скажите, вот на данный момент, сколько всего разновидностей и вкусов мороженого производится как раз в вашей компании? Порядка 40 видов мороженого. Это то, что есть на сегодняшний момент. Ну, в принципе, ни для кого не секрет, что само мороженое производится на других производственных площадях, не в Запорожье, но сама торговая марка Айз Запорожье существует. Вы решили пойти дальше и разнообразить ассортимент, который выпускается вашим предприятием. Что появилось в этом сезоне? Расскажите. Не только в этом сезоне. Это появилось два года назад. Мы решили все-таки дифференцировать наше производство. И на базе, где была производственная площадка по производству мороженого, мы создали цех по производству полуфабрикатов из замороженного фастфуда. Потому что на сегодняшний момент мы считаем, что, наверное, за этим будущее. Рынок фастфуда развоевается очень стремительно, поэтому пошли в это направление. В этом году у нас в ассортиментной линейке добавился еще один вид, ну, наверное, нестандартный для производителей мороженого продукт. Это замороженное мясо рапанов. Вот, да. Этому проекту буквально две недели, поэтому, ну, наверное, мы первые, вы первые, да, кто об этом узнает. Ну, и наши телезрители тоже. Это продукция тоже для специализированных заведений, или она будет в широком доступе, и можно будет купить в маркете? Она будет в широком доступе, да, совершенно верно. Это замороженное мясо, которое, ну, фасуется по килограмму, можно купить и в супермаркете, и в хорике, ну, то есть абсолютно во всех каналах сбыток. Мы очень часто фастфуд понимаем, что это выход из ситуации, иногда и критикуем. Вот скажите, если говорить о ингредиентах, которые вы используете в своем производстве, все-таки это фастфуд, либо это полноценная, качественная еда, что входит в состав той самой заморозки, о которой вы говорите? Да, я поняла. Нет, безусловно, это полноценная, качественная еда, потому что все ингредиенты, которые мы используем, это, ну, натуральные ингредиенты. Если это булочка, это булочка, ну, натуральная, без химических вложений. То есть мы не добавляем никакой химии. То есть все, что есть на полке в магазине, да, то есть то мы используем в наш фастфуд. Виктор? Да. Я вот все-таки по поводу мороженого, я любитель крем-брюле, таких стандартов. Все-таки что нового из мороженого будет вот в этом сезоне от Айс Запорожья? Она уже есть, новинки. В этом сезоне мы запустили 5 видов нового мороженого. Позапрошлом году мы запустили серию мороженого, называется Айс Дрим. Она хорошо себя зарекомендовала на рынке, поэтому в этом году мы решили ее расширять. Это ввели немножечко нестандартные вкусы. Это мороженое со вкусом клубничного чизкейка, мороженое клубничное в соковом покрытии. Вене мод вас, в принципе, тоже захватило. Да, совершенно верно. То мороженое, о котором я говорила в сливочной глазурь, белое шоколадное, и шоколадное мороженое шоколадным соусом. То есть, как бы, 5 позиций. Мы говорим о стандартном мороженом. А есть ли в вашем ассортименте для тех, кто любит мороженое не только сам покушать, но и поделиться? Есть ли, может быть, какие-то торты, либо отдельные упаковки, где можно сразу килограмм мороженого взять? Торты – это, наверное, наша фишка, которая есть на протяжении уже многих-многих лет. На самом деле, в Украине есть очень мало производителей мороженого, которые производят торты ручной работы. Мы это делаем. У нас есть шикарные торты, которые делаются и на заказ, и в массовом производстве. Поэтому, если есть какой-то праздник, мы всегда рады видеть наших потребителей в наших торговых точках, которые могут заказать наши торты и удивить, наверное, своих гостей данным видом продукции. Вот как раз, да, если говорить о торговых точках. В принципе, все мы с детства полюбили те самые киоски фирменные от компании «Айс». Вот как сейчас с этим вам стоят дела? Потому что сохранилась ли эта сеть, где находятся ваши торговые точки, если мы говорим о городе Запорожье? Сеть сохранилась. Сеть на сегодняшний момент насчитывает 55 торговых точек, расположены абсолютно во всех районах города. В прошлом году мы покрыли павлокичка, с которой раньше не была покрытой. Есть три вида форматов. Это молочная подверья, где можно приобрести молоко от наших местных производителей, запорожских, запорожской области. Есть сеть фастфуда, это стритхаус. И есть старые обыкновенные киоски формата по продаже мороженого. У меня вот еще такой вопрос. Я просто вспоминаю замечательный период своей жизни, такой детства, когда мне повезло побывать на «Айс Запорожье» на заводе, и у нас была дегустация. Мы прям с конвейера детьми нам выдавали это мороженое. Это безумно вкусно. Это безумно вкусно, честно. Мягкое мороженое – это класс. Это ни с чем не сравнить просто. У меня вот такой вопрос. Нам тогда еще рассказывали, что планировалось выпустить мороженое алкогольное. Вы знаете, это было. Это было очень-очень много лет назад, наверное, лет 10 назад, но оно не пошло. Ага. То есть все-таки попытки были. Попытки были. А к хит-сезону прошлого лета, вот мороженое, которое было самое популярное у всех запорожцев, скажите. Вы знаете, это суперпломбир. Суперпломбир – это мороженое, которое популярно, актуально на протяжении уже 10 лет, поэтому, ну, наверное, хит-сезон – это суперпломбир. Отлично. Ну, в любом случае, я думаю, что каждый из нас и попробует хит-сезона, и новинки от компании «Айз Запорожья». Большое вам спасибо. Рады тому, что вы расширили линейку своей продукции. Обязательно попробуем и вашу новинку с морепродуктами. Ну, и для всех наших телезрителей, конечно, мы еще раз повторим, что у нас в гостях была Галина Красненкина, коммерческий директор «Айз Запорожья». Спасибо большое за то, что поддерживаете в наших проектах, ну, и в любом случае, радуйте как взрослых, так и малышей своей продукцией. Спасибо большое. А для наших телезрителей – гороскоп.